85 миллионов рублей получил лагерь «Березка» из городского бюджета в 2022 и 2023 годах. Как расходовались эти деньги, проверила контрольно-счетная палата. Аудитор выявили ряд ошибок в оформлении документов, а также нарушения в ходе ремонта банно-душевого комплекса. Контракт стоимостью 9 миллионов рублей взяла компания «Ремстройкоммуникация». Выполнить работы подрядчик должен был до 14 апреля. Объект был принят 12 июля. То есть позже установленного срока. С неисполненными обязательствами на сумму почти миллион рублей. 989 тысяч. Неисполнены и невыполнены работы по отоплению. Частично общестроительные работы, электромонтажные работы. Работы по водопроводу, канализации к банно-душевому комплексу. Строительный контроль объекта проводил УКС. К его работе у КСП тоже есть замечания. В результате того, что УКС осуществил строительный контроль ненадлежащим образом, выявлены следующие нарушения. К подрядчику не применены меры ответственности в виде штрафа. Также выявлены недостатки в актах выполненных работ. Не все работы отражены в журналах. По словам аудитора, руководство «Березки» отправило письма об устранении недостатков в ремонте подрядчику. Вопросы у контрольно-счетной палаты возникли и к ремонту котельной в лагере. Еще в ходе проведения контрольного мероприятия был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту котельной. Также с Ремстройкоммуникация на сумму 7 миллионов рублей. Срок выполнения работ по контракту 9 декабря 2022 года. По состоянию на 1 октября 2023 года работы не выполнены. На заседании присутствовал новый директор «Березки». Прокомментировать ситуацию детально он не смог, так как вступил в должность только в конце июня. И, как отметили депутаты, кадровый вопрос – один из самых острых в лагере. Директоратами меняются чуть ли не каждый год. Народные избранники решили глубже разобраться с проблемами ремонта в «Березке». Для этого планируют на один из профильных комитетов пригласить представителей УКС и компании «Ремстройкоммуникация». Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.